24 апреля армяне всего мира отмечают 100-летнюю годовщину геноцида в Османской Турции. В 1915 году по приказу правителей Османской империи начались погромы, массовая депортация и зверские убийства армян. Пощады не было никому, вне зависимости от пола и возраста. Оказывающие малейшее сопротивление были безжалостно убиты, повинующиеся имели только одно спасение – в отречении от религии и нации. Сто лет назад был геноцид армян. Весь мир знает, и мы должны знать и помнить, это же наши предки. Мировое сообщество должно делать, чтобы ни у кого, ни в каких странах не было геноцидов. Каждый год, 24 апреля, взывая к памяти невинных жертв геноцида и требуя у Турции признания преступления перед армянским народом, сильная духом нация переживает вновь жестокость этих дней. Физические и душевные потери были безмерны. Урок истории жестоким. Один из уроков, который является геноцид, мы должны по-другому жить, по-другому представлять мир и сосуществование народов, наций, чтобы обеспечить себе будущее. Скорбное событие в Курске отмечают 24 апреля, но сами мероприятия начались уже с 23 числа. Вечером этого дня активисты местного отделения Союз Армян России организовали акцию «Свеча памяти», в которой приняли участие порядка 60 человек. Траурный день, 24 апреля, начался с автопробега «Помню и требую». Именно такой девиз выбрали армяне всего мира к столетию геноцида. Автоколонна из 20 машин проехала по улице Карла Маркса. Участники автопробега возложили цветы и венки к вечному огню на Триумфальной арке. В автопробеге сегодня участвуют порядка 25 автомобилей, которые украшены флагами и надписами «Мы не забудем, мы помним армянский геноцид», чтобы весь мир узнал и с нами требовал признания армянского геноцида. Конечная точка маршрута – памятный крест Хачкар. К тому времени здесь уже собрались порядка 700 человек. Плечом к плечу стоял армянский народ. Разделить боль и скорбь пришли представители областной и городской администрации, представители Курской областной думы, ветераны Великой Отечественной войны. Все они скорбели вместе с армянским народом. Целый народ уничтожали в те годы. Конечно, прощения этому нет, но я пришел еще потому, что это армяне, мне кажется, близкий нам народ. По поручению губернатора и действию этого имени я хочу передать слова искренней скорби и соболезнования всему армянскому народу. У этих преступлений нет и не может быть срока давности, потому что впервые сто лет назад всему цивилизованному миру был показан звериный оскал этнических чисток, то, что называется геноцид, уничтожение людей по национальному признаку. Есть поручение нашего председателя Курской областной думы Воронины Татьяны Евгеньевны, есть пожелание наших коллег-депутатов высказать слова сочувствия той трагедии, которая, в общем-то, произошла сто лет назад. По большому счету, та несправедливость, беда, горе, которая случилась с армянским народом, она касается, наверное, каждого нормального человека. Поэтому мы должны быть и в радостную, и в сложную минуту рядом. И я хочу сказать о том, что вот эта память, она необходима прежде всего живым. Войны Великой Отечественной войны сегодня со всем армянским народом в скорби и печали. Ровно век, как враги армянского народа, совершили слегчайшее преступление против этого доброго, чистого народа, который многие века живет в дружбе и сотрудничестве с российским народом, с русским народом. Слава Богу! Господь Бог так распорядился, что мы и по сей день вместе в одной семье. Мы творим добрые, мирные дела. В этот траурный день скорбящую Армению поддерживала вся Россия. Президент Владимир Путин побывал сегодня в Армении. В Курске к памятному кресту Хачкар цветы возложила доверенное лицо президента Владимира Путина Наталья Ковтанюк. Можно посмотреть, какое количество людей сегодня собрались для того, чтобы поддержать армянский народ, чтобы вспомнить те трагические события, которые были в истории человечества очень драматической страницей. Здесь и русские, и армянские люди, и представители других национальностей. Это говорит о том, что горе, которое постигло армянский народ, это горе всех нас. И я не могла не прийти сегодня сюда. В 2013 году делегация из Курска посчастливилась побывать в солнечной Армении. Делегаты посетили Цицернакаберт – памятник геноциду армянского народа. Мы посещали Армению и посещали музей геноцида армян. Были на территории мемориального комплекса Цицернакаберт. И то, что мы своими глазами увидели, те документы, свидетельствующие страшной трагедии, они просто ошеломляют. Поэтому не зря в 2014 году музей геноцида армян был включен в число 9 мемориальных комплексов, рекомендованных для обязательного посещения. Я сам бывал в Армении и был на этом удивительном мемориале Цицернакаберт, где собраны свидетельства, где собраны фотофакты этих ужасающих преступлений. Вы знаете, равнодушным оттуда выйти невозможно. Будь ты мужчина, будь ты женщина, сердце просто сжимается от этих чудовищных фактов, которые ты зримо видишь. Армянский народ никогда не забудет о тех, кто погиб в 1915 году. Сегодня не только Армения, но и многие страны мира называют вещи своими именами. В 1915 году совершилось преступление против человечества, то есть геноцид. В 1915 году, когда мы ее желали, то есть геноцид. Девушки отдыхают.